Всем добрый вечер от радиостанции Эхо Москвы. Программа «Особое мнение». У микрофона Нина Расибашвили. Приветствуем Максима Шевченко, журналисты Максима Леонардовича. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас идет... Добрый день, американцы. Добрый вечер, Россия. Такой ли этот день добрый, Максим Леонардович? Сейчас обсудим. Обсудим. И вы, кстати, можете не только слушать, но и следить и смотреть это обсуждение на YouTube-канале Эхо Москвы и в Яндекс.Эфире. Ну что, давайте тогда начнем с Америки, раз уж вы предложили, Максим Леонардович. За кого вы болеете в этой битве? Я в этой битве ни за кого не болею, ни за Трампа, ни за Байдена. Я болею за третью силу, за левую, даже леватскую Америку, за Black Lives Matter, за тех ребят, которые в Сейтле, Портленде, в других местах организуют коммуны, по типу парижской коммуны, берут города под самоуправление, вооружаются и заявляют о том, что власть должна принадлежать народу, а не правящей буржуазии. Неважно, группируется она вокруг транснациональных спекулянтов и махинаторов из демократической партии или вокруг крупных буржуа-империалистов из республиканской партии. А посадите, пожалуйста, когда эти коммуны возникли? Они возникли сейчас на фоне событий, на фоне коронавирусных событий, на фоне беспомощности, которая показала американская политическая система в этой ситуации, на фоне убийства Джорджа Флойда и последующих волнений. Там возникли такие достаточно интересные феномены, которые продолжаются до сих пор. И поэтому я солидарен с этими ребятами, а вовсе не с Трампом или с Байденом. Потому что для меня хрен-ретьки не слаще, а черт, как говорится, и водяной – это примерно одна команда. Но, насколько я понимаю, люди, которые участвуют в движении Black Lives Matter, они в целом чаще всего или поддерживаются демократическими течениями, и, в принципе, партии демократов? Или я что-то путаю? Вы не путаете, ничего не путаете, это совершенно нормальный процесс. Вы знаете, до революции большевики тоже солидаризировались не с монархическими партиями, а как бы так с демократическим крылом оппозиции царскому режиму в России. Поэтому, а гражданская война потом была как раз между социалистами. Основы белых составили эсеры, правые эсеры и кадеты в меньшей степени. А большевиков – это большевики и левые эсеры, и анархисты, естественно, были махновцы. Поэтому, собственно говоря, естественно, они не могут тяготеть к империалистической такой именно партии крупного капитала, которая является республиканской партией и символизирует собой Трамп. Они, естественно, находятся на левом фланге, а левых под себя подбирают именно как раз демократы. Но поверьте, что для, условно говоря, Байдену они не менее чужды, а может быть даже между ними антагонизма гораздо больше, чем с тем же самым Трампом. Потому что Трамп, на которую вылета столько грязи, на самом деле по-человечески является крайне обаятельной фигурой. Это человек, который не скрывает своих мыслей, своих чувств, делает то, что думает. Это человек как бы не системы, в нем много живого, он не робот, он не действует, исходя из доктрины. Доктрина прав человека или доктрина еще какой-то. А не надо этих доктрин придерживаться? Нет, я не говорю, что не надо. Я же сейчас с вами не беседую, мы же не два, как говорится, моралиста. Мы два политолога. Я нет. Можно вы не будете перебивать? Конечно, да. Когда мысль идет, не перебивайте, пожалуйста. Фактология, да, конечно. Короче, вот. А демократы, конечно, действуют исходя из неких концептуальных матриц и концептуальных ценностей, которые они должны во что бы то ни стало следовать и придерживаться. То есть, условно говоря, в трампизме гораздо больше человеческого и волюнтаристского, что привлекает к Трампу огромные симпатии людей и в Америке, и по всему миру. А в демократическом истеблишменте именно гораздо больше истеблишментского, гораздо более научного и теоретического, которые как бы опускаются на эту землю. Там и глобальные вопросы потепления, и транснациональные финансовые институты и все такое прочее. Но я и не за тех, и не за других, потому что, собственно говоря, для меня, как я уже сказал, это, ну, примерно одно и то же. Капитализм – это двуликий янус. Я за ту третью силу, которая в Америке заявляет о своих правах, поднимает голову за американский народ, за его таких радикальных достаточно представителей, в числе и угнетенных этнических меньшинств, расовых меньшинств, черных, ну и людей, которые исповедуют социалистические левые взгляды. Это как бы мои сторонники. У меня нет кандидата на этих выборах. Я рассматриваю эту конфронтацию, которая там происходит, как глобальную конфронтацию. И мировая война открывает ворота для мировой революции. Когда Трампа и избрали, я на эхо Москвы написал текст. Трамп – это путь к мировому конфликту и к мировой революции. Пока все, что я говорил в 16-м году, тогда, в ноябре, все, что я написал, можете поднять, все пока как бы сбывается. Поэтому вот сейчас, допустим, Трамп будет опротестовывать результаты выборов. Начнется расслоение внутри Америки. Расслоение начнется в мире. Это открывает шанс народам и тем, кто от имени народов говорит на языке революционных социальных перемен. Единственное, я не очень понимаю, зачем мы в стране, где действующий институт выборов, где мы видим практически последние 20 лет честную борьбу, которую буквально делят голоса 50 на 50, прибегать к революции каким-то силовым методом свержения действующих. Революция и переворот – это не одно и то же. Слово сочетание «бархатная революция» – она бессмысленна. Ни одна бархатная революция революцией не является. Любая бархатная революция – это переворот с участием спецслужб, с участием элит, с участием мобилизации медиа и так далее. Революция, она ничего общего с переворотом не имеет. Она возникает… А вы предлагаете революцию, не переворот. Ее нельзя предложить, революцию. Ее важно не пропустить. Понимаете, революция возникает вот как вот, как живет младенец, потом он становится ребенком, потом он становится подростком, потом он становится взрослым. Вот так, как взросление. Его нельзя поторопить и нельзя, как говорится, остановить. Понимаете, это естественный процесс, который возникает в ходе кризиса. Возможность революционных перемен возникает не вследствие того, что где-то кто-то книги написал, или какие-то гранты получил, или что-то еще. Все это спецслужбы. А возможность революционных перемен возникает вследствие онтологического, естественного кризиса социальных отношений, экономических отношений. Такой кризис элитных, безусловно. Формула революции, когда верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят, чтобы ими управляли по-старому. Это нельзя придумать. Это возникает в силу объективных политических, исторических процессов. Я считаю, что в Америке предреволюционная ситуация. Она не революционная. Она предреволюционная. Но как во всякой революции, если нет людей, человека, типа Ленина или Троцкого, например, которые смогли бы объяснить людям то, что происходит, и повести за собой народ, то это будет просто пустой выхлоп, каким была Парижская коммуна. Да, героически, но потом всех расстреляют, условно говоря, и генерал Галифе придет, и все утопит в крови. Не хотелось бы такой судьбы, хотелось бы, конечно, демократического развития, но, в принципе, если не будет радикальных социальных, либеральных реформ внутри Америки той же самой, которые, в частности, Обама начал, и вот это его медицинская страховка и так далее, то, что Трамп отменял. Ну, есть вероятность, что Байден продолжит политику. Есть вероятность, а есть вероятность, что не продолжит. Вероятности много. А есть вероятность, что половина американцев, даже больше, не примут все, что будет делать Байден. Потому что, вот вы говорите, 20 лет демократические выборы мы наблюдаем. Что-то, мне сейчас кажется, президент США действующий сомневается в том, что 800 тысяч роботов, которые звонили в демократических штатах и призывали не идти на выборы, что это демократия. Сейчас, секундочку, Максим Леонардович, извините, у нас должен быть сейчас небольшой перерыв, буквально минутка, и вернемся, не теряйте, пожалуйста, свою мысль. Продолжается программа «Особое мнение», 19.18, микрофон Анина Расибашвили. С нами по скайпу Максим Шевченко, журналист. Максим Леонардович предлагал нам новую практически доктрину для Соединенных Штатов Америки и предсказывал такие предреволюционные настроения. Я не предлагал никакой новой доктрины, я объективно оцениваю текущий ход вещей. Я никакой новой доктрины для Соединенных Штатов Америки не предлагал, я ничего не предсказывал. Я просто исхожу из классической политологии. В Америке возможно возникновение революционной ситуации. Я не предлагаю, еще раз, революцию предложить нельзя. Это убогие взгляды так называемой либеральной интеллигенции на исторический процесс полагают, что революцию можно придумать, взять деньги, получить под революцию, ее совершить. Нет, это невозможно сделать. Я хотел бы про демократию в США вернуться. Вот Трамп, вот вы говорите демократический процесс, но вот президент США говорит, что не демократический. И голосование по почте в некоторых штатах 100% голосующих за демократов приходит, голосование по почте. Поэтому меня поражает тут другая мысль. Это не стандартная ситуация. Это абсолютно стандартная. Это специально вынужденные меры. Меня поражает другая ситуация. Я ее заметил просто. Сторонники Байдена в России, это как правило либеральная наша оппозиция, ну и часть представителей во власти, которые помалкивают, за нее говорят их партнеры в либеральной оппозиции. Они очень топят за Байдена. И это они считают нормальным. Когда в России идет дистанционное голосование или на пиняках, все вопят Путин-Путин, Путин-злодей. А там, как говорится, это все нормально, потому что там Америка. Перед Америкой же надо присмыкаться. Мы же Америке, как говорится, должны заглядывать снизу вверх, в глаза, естественно, и относиться к ней, как писал тут Алексей Алексеевич на сайте Эхо, к Папе Римскому, который что-то там во время чтения энциклики, значит, говорит правильное. То есть, а мы это кто? Кто это говорит? Кому это обращение? Хорошо, но я многие, не хочу называть фамилии эти, я этих людей там уважаю, но вот много на Эхе читаю там и везде. Типа это вот демократично, это нормально. А когда в России, тут не демократично. Но я не об этом говорю, я на другое хочу отдать внимание. Многие, вот почему в России, на мой взгляд, тоже вот пришли к такому же тотальной фальсификации, которую мы сегодня наблюдаем от лица демократов в США. Потому что многие наши люди, которые отвечают за политическую систему, начинали свою карьеру в 96-м году. Когда в Америке у власти был рассвет клинтонизма, я делю российские элиты на клинтонитов и на бушитов. На тех, кто сделал свои бабки и укрепил свою власть при клинтонах в США, то есть при демократах. И на тех, кто сделал свои бабки и укрепил свою власть при бушах в США, то есть при республиканцах. Как правило, и те, и другие, и клинтониты, и бушиты, это бывшие коммунисты, комсомольские работники и КГБшники. Ну и криминал еще немножко. Но в целом все эти как бы люди коллективные перебежчики из советской элиты в постсоветскую такую буржуазию. Но 96-й год это, собственно говоря, начало массовых фальсификаций выборов. Подождите, извините, а вы можете привести пример? Просто мне кажется, что весь мир и все журналисты следят за этими выборами пока лично. Я не видел ни одного... Ну вот вам президент США, президент США, да, президент США вам говорит, что я в это не верю. Это говорят члены его штаба. Ну они, конечно, для вас... Президент США очень часто меняет свою точку зрения. Они для вас никто, как я понимаю. Я понимаю, они для вас никто. Огромные массы американцев там приходят к избирательным комиссиям и выражают протест. Огромные просто массы. Поверьте, их будет еще... А где были эти массы, Максим Леонард? Ну не, ну, посмотрите сами. Вот на сайте Эхо Москвы об этом есть. Это есть в вашем телеграм-канале Эхо Москвы. Я же сейчас... Мы не ведем с вами семинар по американистике. Я сейчас не собираюсь вам указывать пальцем штаты, где это происходит. А об этом полно интернет. Полно интернет о огромном, по крайней мере, недовольстве, по крайней мере, республиканского электората. И эта ситуация из ряда вон выходящая. Почему? Потому что любой ценой, вот это любой ценой добиться успеха в 96-м году продемонстрировал штаб Ельцина. Татьяна Юмашева и все остальные, все эти наши клинтоноиды или клинтониты, которые тут стали у власти благодаря тому, что целовали руки условно наш Клинтону и демократической партии в США, которая позволяла им грабить бывший Советский Союз. И тогда они открыли ящик Пандоры с этими фальсификациями в России. А теперь я вижу, что это, оказывается, фирменная марка просто демократов. Что демократы в США занимаются фальсификациями. И точно такие же фальсификации здесь мы видим вокруг путинского режима. Вот кто такая Элла Памфилова? Женщина, которая сделала свою карьеру в эпоху, когда политическую, когда в Америке у власти были демократы. И многие другие люди по именам. Посмотрите, кто был тогда в штабе Дьяченко, в штабе Юмашева, в штабе Чубайса, в ельцинском окружении, в штабе Березовского. Эти люди сегодня как бы определяют выборы в России. Поэтому голосование на пеньках, это не эксклюзивная какая-то дикая азиатчина. А это просто нормальная практика демократической партии в США. Потому что 100%. Не согласны, Макс, извините. Это не важно, что вы не согласны. Это мое особое мнение, Нино. Это мое особое мнение. 100% проголосовавших за одного кандидата, Нино. Вы можете быть согласны, может быть, не согласны. Но когда по почте приходит 100% за Байдена в письмах, то неужели не возникает вопросов? Почему там не 97, почему хотя бы не 64, а вот 100%? Когда мы видим, что в этом штате, не помню, где это там, вот, по-моему, это где, в Миннесоте, что ли, вот он, Трамп, лидирует, а потом внезапно вот такой идет пик просто вверх, и его Байден опережает. Так потому что, Максим Леонардович, голосование по почте, и об этом говорят многие эксперты, что, конечно, коронавирусный... Вот и Ельцин, вот и Ельцин также выиграл у Зюганова во втором туре в 96-м. Мы это голосование по почте знаем до печенок в России. Вот это вся... Я к чему говорю, что вся эта система тут, как бы, приписывание голосов Единой России, это не азиатский эксклюзив путинизма. А это пришло из Америки. Конечно, это технология, которую демократическая партия сюда же и насадила. Поэтому какие претензии к путинской системе? Вот сейчас мы видим, то же самое происходит там. Но почему-то там наши почтенные либералы говорят, что, ах, это рай на земле электоральный. А здесь, понимаете ли, ах, нельзя там руки подать, там, Эля Александровна. Да она делает то, чему ее научили тогда. Это в Штатах мы не видим, например, в тех же сомневающихся Штатах, не видим результатов вот с этими какими-то невероятными, невозможными цифрами. Там речь идет буквально о десятках процентов, то есть 50,8 процентов. Речь идет о массовых бросах, о фальсификации, о том, что буржуазные выборы – это мерзкий и грязный спектакль обмана людей. Всегда. Об этом идет речь. Речь идет о том, что интересы народа выражает только прямая демократия, только советская власть, власть народа выражает интересы народа. А любая буржуазная демократия – это власть денег, власть медийных бонс, власть силовиков, власть криминала, которые организовывают выборы. Вот что такое буржуазная демократия. Мы видим сейчас этот грязный спектакль во всем его мерзком великолепии таком, понимаете, такой финал из Аиды, как говорится. Ну, не финал, а выход фараона. Поэтому я не но. Смотрю на это с радостью. Вы думаете, я что говорю, ой, мне Трампа жалко? Да никого мне там не жалко. Нас не особенно кто-то жалел, когда мою родину, Советский Союз, грабили, расшленяли, разрезали на части и провоцировали на территории Советского Союза конфликты военные, в которых погибли миллионы людей. Когда истребляли чеченский народ, когда лишали жизни русский народ, понимаете, там, разоряя его, там, хозяйственное, экономическо-хозяйственное бытие. Понимаете, когда стражили русских с украинцами. Нас никто не жалел. Мне их тоже не жалко, но я сторонник американского народа, и я считаю, что революция, которую когда-то начинали Сэм Адамс, Томас Джефферсон, Александр Гамильтон и другие великие люди, Бенджамин Франклин, которых я читал, которых я люблю, она продолжается. Она будет продолжена подлинными американскими гражданами, которые сейчас, вооружившись, поднимут красный флаг над Портлинном, над Сейтлом, над Миннесот и, дай бог, над другими городами. А красный флаг? Почему красный, Максим Леонардович? Потому что красный флаг, это красный флаг, это флаг свободы и независимости народа от омерзительных правящих продажных буржуазных элит. Ну, я бы, конечно, хотела, чтобы вы чуть подробнее нам рассказали про свободные независимые выборы в Советском Союзе, но давайте раз уж не сказать... Потому что в Советском Союзе не было власти денег, не было власти буржуа, не было власти медиабонс. А была власть одного отца, который обнимал весь народ, целовал и гладил их по макушке. Вы несете полную чушь. Вы не понимаете, о чем вы говорите. Ну, опровергните меня, Максим Леонардович. А я вот вас опровергаю. Вы несете полную чушь. Такой власти не было. В СССР была власть народа. Десятки миллионов людей в Сталинском, вы на Сталина намекаете, десятки миллионов людей получили бесплатный доступ к образованию, к социальным институтам, к развитию, к технологиям новым. Дети крестьян безграмотных стали инженерами, учителями, рабочими, офицерами, инженерами, понимаете, писателями, журналистами. А почему так получается, что мы до сих пор не можем догнать это отставание, которое нам получилось за 7 лет? Потому что мы потерпели военное поражение. Нас оккупировали, нас разорили, нас уничтожили, нас ограбили и поставили во главе власовскую элиту, которая уничтожает и держит в порабощении народ. Потому что мы оккупированная территория. Поэтому мы и не можем догнать. Ничего не позволено генерал-губернаторству оккупированной территории. Дай бог мы вырвемся из этого плена. Дай бог. Вот современная ситуация дает нам такие возможности. Дает такие возможности. Как это будет? Будем следить за этим внимательно. Будем следить и слушать особое мнение с Максимом Шевченко. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, потом будет краткая реклама и обязательно вернемся в эфир. Максим Леонардович, послушаем новости. У меня будет маленький вопрос. Мы можем сейчас с вами разговаривать, если хотите, в перерыве. Как скажете. У меня, я тут, как возможно слышали наши зрители в начале. Друзья, извините, я не заткнусь. Я специально за этим сижу. Простите, опять же, если вдруг кому-то это некомфортно. Максим Леонардович, вы же стихи начали писать? Я начал писать стихи лет 40 назад. Вы просто только что узнали. Да, да, ну как-то просто это не было на поверхности. Ну, я так не публиковался особенно. Ну, в общем, я просто сейчас опубликовал венок сонетов. Венок... А вы можете что-нибудь зачитать нам в перерыве? Вот пока у нас есть время. Просто правда очень интересно. Из этого венка? Да. Вы знаете, что такое венок сонетов? Нет? Я читала, там есть... Ну, я сейчас буду все это путать, и лучше я передам слово вам. Но там есть ключи, и они все связаны друг с другом. Поэтому давайте вы нам продемонстрируете это в эфире. Венок просто зачитывать из него что-то одно отдельное. Это... Нарушение структуры. Ну, общей структуры, но в целом, наверное... Можно седьмой сонет зачитать. Давайте. Загнать в дома, наслать заразу, Потом под нары и словами припудрить матерную фразу, Играя в кегли головами. Так начинают. Год за два при соблюдении закона, А после пусть растет трава сквозь толщу старого бетона. Над нами распростерло крылья не то, что призрачная тьма, Но лишь иллюзия насилия, Чтоб классов правящих дерьма потоки мозг нам выносили. Иначе листьевку тюрьма. Венок это 14... В сонете 14 строк. Каждая первая и последняя строка каждого сонета, Это, ну, как бы последующие строки ключа. Первые 15 сонет это ключ. Вот то, что я прочитал. В этом сонете первая и последняя строчки, Они в ключе идут одна за другой. То есть, это... Пожалуйста, кто хочет, зайдите в мой фейсбук, Вы прочитаете этот венок. И завтра, вот я буду в Place Hall в 8 часов вечера, Это где флакон на Дмитровском шоссе, Там где дождь находится. Вы тоже собираете живую аудиторию? Да, у меня завтра будет выступление в 8 вечера во флаконе, Значит, Place Hall в 8 вечера, Пожалуйста, приходите туда. И там можете услышать целиком. А как же карантин? А как же карантин? Ну, это не я инициатор, меня пригласили. Ну, ладно, ну, там хотя бы я надеюсь буду Какие-нибудь меры соблюдаться, там, дистанция социальная, маски, перчатки. Ну, вы приходите и проследите. Но меня на эту должность пока не нанимали. Хотя, я думаю, что будет очень интересно. Да, друзья, все 15 сонеты опубликованы на странице, Фейсбук-странице Максима Леонардовича, Поэтому вы можете... Называется «Венок чумы, свободы и печали». А есть какое-то событие, которое вас вдохновило особенно, Максим Леонардович? Меня вдохновило и избиение людей на улицах Минска, чума коронавирусная и размышления о власти и о свободе человеческой. А так, конечно, меня всегда вдохновляют красивые и грустные глаза моей любимой женщины. Боже мой! Вот это вы заявили, Максим Леонардович. Как красиво. Друзья, поставьте лайки, пожалуйста, хотя бы ради этого. Так. Максим Леонардович, возвращаемся. Да. Максим Леонардович, давайте продолжим с вами про советское наследие. В частности, давайте поговорим про конфликт в Нагорном Карабахе. Уже больше месяца идет там война. Стало понятнее, какую сторону должна занимать Россия? Это скорее наследие антисоветское. Потому что в советское время никакого конфликта в Нагорном Карабахе, естественно, не было. А вот когда антисоветские силы начали разваливать Советский Союз, когда Михаил Горбачев начал войну против Гейдара Алиева, допустим, и за вытеснение из Политбюро его и многих руководителей национальных республик, тогда это все и началось. При прямой поддержке Москвы и лично Горбачева и его окружения. Он поддерживал, естественно, армянскую сторону. Я считаю, что России надо придерживаться того курса, который она придерживается. Это, собственно, курс на такой осторожный нейтралитет и поддержку коммуникации с обеими сторонами. Любой иной курс, если Россия встанет прямо на сторону армян, например, как они хотят, и кричат об этом там на все лады, то это приведет просто к катастрофической ситуации. Так у России диалог с Турцией, у нас и с Азербайджаном давние отношения. У ДКБ это не давние отношения. У ДКБ это договор, который подписан в 92-м году. Почти 30 лет, Максим Леонардович. У нас давние отношения со всеми. И с Азербайджаном, и с Россией, и с Грузией. У нас со всеми давние отношения. На этой земле у всех совсем давние отношения. Поэтому я думаю, что объективности ради, надо сказать, что снятие Карабахской проблемы, если успеют, конечно, до избрания Байдена, азербайджанцы решить этот вопрос, взять Шушу. Если они Шушу не возьмут до избрания Байдена и до вступления его в силу, то Байден уже так пообещал вписаться за армян. И Байден так ненавидит Эрдогана, что мало не покажется никому. Но если эта проблема решится, то это откроет возможности для стратегической коммуникации. Россия с Турцией, с Азербайджаном. Это гораздо выгоднее. Проблема решится. Что вы имеете в виду под этим? Азербайджан восстановит территориальную целостность свою. Карабахским армянам, как это обещал Аль-Хам Али, будет дарован суверенитет. Ну, автономия, точнее, извините, в составе Азербайджана. Снимется проблема сепаратизма и конфликты, которые шантажировали столько лет Россию, там, не знаю, Турцию и так далее. Снимется проблема Карабаха, допустим, у Армении с Турцией откроется граница. И напрямиком товары, там железная дорога вообще-то очень хорошая, пойдут из Турции в Армению. Граница Турции-Армении закрыта только из-за Карабаха. Когда президент Гюль, президент Турции приезжал в Ереван, и там на стадионе даже пришел, стадион ему аплодировал, то тогда казалось, что вот сейчас вот решится проблема Карабаха, и дальше Армения будет как бы включена в экономический контекст региона. Совершенно очевидно, что эта изоляция Армении и игра с судьбой армянского народа, она не из самого армянского народа происходит. Внешние силы разыгрывают и армян, и азербайджанцев, как пешки в своей большой игре. Так, а внешние силы, давайте сейчас их как-то перечислим. Что это за внешние силы? Внешние силы, это, скажем так, транснациональные глобальные спекулянты, которые в американской ситуации формализуются в виде демократической партии, и глобальный империализм, который в американской ситуации формализуется в виде республиканской партии. То есть, правильно ли я понимаю, что Америка является той самой силой, которая... Не Америка, я же вам только что сказал, какие являются силы. Внутри Америки серьезные расколы. Это силы мировые, очень большие, конечно. Для них что армяне, что азербайджанцы, что грузины, поверьте, это просто расходный материал для их игры в господство над миром. В какой-то момент такой расходный материал стали сербы. Сейчас вот албанцы могут стать, понимаете, после венских событий, когда там албанцы участвуют. Кто-то еще. Ведь им же плевать на человеческие судьбы, на человеческие жизни. На мой взгляд, правящие элиты современного мира, это в чистом виде слуги дьявола просто. Как говорил Гейдар Джамалих, называл правящие элиты современного мира комитет по обстрече Антихриста. Потому что им, на самом деле, плевать на людей. Они могут у любой регион мира вернуть в беспросветную войну. Конфликт, нерешаемые вопросы. Вот у вас был Карабахский конфликт 30 лет. Так Россия не может как-то противопоставить? Вот у вас был Карабахский конфликт 30 лет. Решался вопрос о том, как вернуть беженцев туда. Были разные предложения. Были предложения, которые Гейдар Алиев делали вон на Тарпетросяну. Сорвали. Были разные другие предложения. Все сорвали. В итоге, как бы сейчас, если эта война закончится, как я говорю, Азербайджан восстановит свои границы полностью, суверенитет в рамках общепризнанных мировых границ, то тогда, как говорится, сама по себе проблема будет снята. Не на чем будет этот регион разводить. Я, правда, боюсь, тогда они в Грузии устроят просто какую-то бучу. Потому что в Грузии уже очевидно, что нету парламентского большинства, что правительство не может быть сформировано. Многие партии заявляют о своем неучастии не только в парламенте, но и даже во втором туре выборов. На Кавказе обязательно надо мировым игрокам иметь зону нестабильности. Не Карабах, а Грузия эта зона нестабильности будет. Объясняю, почему. А Россия входит в это число мировых игроков? Максим Леонардович. Россия тоже входит, но на вторых ролях. Для России, на самом деле, есть две стратегии. Первая стратегия – стоять на коленях перед Западом, пытаясь продать ему наш с вами газ. А кто определяет эту стратегию? Кто хочет всех поставить на коленях? Российская правящая элита – бывшие коммунисты, комсомольцы и КГБшники. И криминал, которые являются российской правящей элитой в совокупности. А вам не кажется, извините, что они просто движимы банальной человеческой какой-то жадностью? Да, мне кажется, все движимы, все движимы. Я уверен также, что и Джо Байден движен такой же банальной человеческой жадностью. Вообще, многие власть имущие движимы банальной человеческой жадностью. По крайней мере, в мире простых, как бы, понятных капиталистических ценностей. Где деньги и статус определяют судьбу человека и его роль в обществе. Так я продолжу свою мысль, которую вы опять меня, как бы, сбили с нее. Так вот, у «Нача России» есть два сценария. Первый сценарий – это стоять на коленях, пытаясь продать там в Европу газ. Сначала они хотели войти в распределенные сети Европы, им показали «Кукиш». Потом они хотели продавать, значит, на входе в Европу, им опять-таки показали «Кукиш», приняв закон о 50-процентной заполняемости северного потока. Теперь, значит, они уже готовы даже в Луге продавать газ, значит, европейцам. Но тут открываются возможности на юге. Оказывается, что Турция становится крупнейшим европейским хабом. И что Россия вместе с Турцией может контролировать больше половины европейского газа. Потому что и Средиземноморье там, и сюда подключается и Каспийский газ, и Иранский газ, и так далее. В ответ на это возникает серия терактов, которые стравливают европейцев с турками. Война уже идет. Мировая война уже идет. Но для России это важнейший момент поворотный. Для России или часть правящей элиты российской, которая сделала свою карьеру на том, что служат, подобно полицаям, просто в Западу, контролируя эксплуатацию и колонизацию покоренного Советского Союза. Они заинтересованы в том, чтобы страна была нищей, они были богаты и продавали на Запад страну. Но очевидно, есть какая-то другая группа людей, которые говорят о том, что возможно стратегическое развитие. Я считаю, что в союзе с Турцией, с Азербайджаном, с Исламским миром, с Кавказом возможен независимый рывок. Там России не надо ни перед кем присмыкаться. Там мы имеем дело с равными партнерами более-менее. Там мы не должны стоять на коленях ни перед Европейским Союзом, ни перед США. Мы должны понимать, что они наши противники, многие из них. Что они относятся к нам не, как говорится, взглядом доброй воли, смотрят на нас. А как на покоренную территорию, которая должна стоять на коленях или лежать ниц, понимаете, побаиваясь взглянуть. Вот чего они боятся. Мне кажется, что каждая страна сама определяет. Запад боится подъема России. Вы заблуждаетесь. Это не так. Это не так, да. Это противоречит всему тому, что 20 век понял про империализм и про его внутреннюю природу. Вы не, но, к сожалению, вы очень хороший просто человек, и вы смотрите на мир, как должен на него смотреть хороший человек. Да, но, к сожалению, мир наполнен злом. Честно говоря, я просто не очень, я не могу себе даже представить. Когда дьявол искужал Христа, когда дьявол искужал Христа, то он ему сразу сказал, все цари будут под тобой. То есть цари, они слуги дьявола, все правители земные. Это в Евангелии просто есть. Понимаете, поэтому что тут нам выдумывать? Я вам еще раз говорю. Есть две возможности. Присмыкаться перед Западом и торговать Россией, обогащая кучку людей, стоящих во главе. Или в интересах стратегического развития страны и народа повернуть на юг, где нас ждут сложные, непростые, но партнерские стратегические отношения. Разрешение Карабахского узла – это возможность для России стратегического движения на юг. Не военного, не том, что мы должны быть цепными псами Запада в очередной раз, воюя там с исламским миром, а должны с ними иметь отношение, как во время астанинской платформы. Мне кажется, что в Нагорном Карабахе никто не воюет за или против исламского мира. Там конкретно вопрос о территориальном... В целом Российская империя, Российская империя, вот Романовская, она задумывалась как цепной пес как бы Запада для колонизации и порабощения Кавказа и исламского мира. В этом был смысл Романовской империи. Слабейший хищник, которому позволено было стоять на коленях перед более сильными, но пожирать мясо, терзать мясо более слабых народов. Это определение классическое по антироссийской империи. И дело не в этом. Еще раз говорю, что там нас ждут сложные моменты, может быть, но решаемые. Вот астанинская платформа по Сирии, в которой Россия, Турция и Иран фактически пришли без содействия США при консультациях, они туда пытались влезть, к прекращению сирийской гражданской междоусобной войны. Ну не к окончательному, но по крайней мере это было решение. Вот вам позитивный пример. Россию там ждут, но не как врага, и не как колонизатора, и не как империалиста, а как партнера. Поэтому я считаю, что разрешение Карабахского конфликта в том виде, как сейчас происходит, очень позитивное явление, в том числе и для армянского народа. Простите, вы сейчас назвали войну позитивным явлением? Ну иногда бывает, что нельзя разрешить какие-то моменты без войны, к сожалению. Так устроена человеческая история. Хорошо, у нас остается полтора минуты до конца. К сожалению, не успеваем подробно обсудить историю с терактом в Вене. Давайте так, Максим Леонидович. Ну что, там это постановка, это очевидно, что это постановка. Теперь уже даже мы знаем, что этот парень... Не, не успеем, к сожалению, короткий вопрос закона о запрете оскорбления чувств верующих во всех странах. Поддерживаете или нет? Чего? Закон об оскорблении чувств верующих, чтобы его приняли во всех странах. Поддерживаете такую инициативу? Очень заинтересованно. Я все поддерживаю закон об оскорблении чувств. Я считаю, что оскорблять чувства... Оскорблять чувства нельзя. Чувства верующих, чувства женщины. Кто оскорбляет чувства, тот за это жестоко расплатится. В этом мире или в следующем? Где граница жестокости? Не в этом речь, еще раз говорю. Оскорбление чувств... Оскорбление чувств это преступление. Оскорбление чувств верующих, оскорбление ваших чувств, Нино. Оскорбление чувства... Я не считаю это преступлением. Обращаюсь отдельно к нашему чату в Ютубе. Друзья, к сожалению. Обратитесь к тем, кто претендует на ваши чувства. Вот пусть они не оскорбляют их никогда. Договорились. Программа «Особое мнение» с Максимом Шевченко. Говорю огромное вам спасибо, Максим Леонардович. Дальше слушайте. До свидания.